Там дадут мне медаль, кубок и диплом. Это я для души просто, что таких больше нет и никогда не будет вообще. Потом я на тренировках где-то нет и нет, а он там выкладывает, там бухает, там кальян, пьет вино, пьет пиво. Он сначала так в куртке ходит, в олимпийке ходит, потом в футболку, потом майку одевает, там раздевается. Я никогда в жизни не затянулся ни разу. Ну не повезло, ему повезло, мне нет. Понятно, что я на заводе где-то работал, я бы не смог, а это всегда одинаковое. Мне же поесть-то некогда, я много тренируюсь, ну нравится мне тренироваться, нравится мне в форуме быть всегда. Да, мне там лично нравится, да, открытое судейство. Но я понимаю, что кто-то может стесняться, да, судить почти, там, баллы свои называть, да. Ведь кто-то на кого-то обидится, судьи все общаются, дружат, да, будут претензии друг к другу. Ладно, пусть не будет открытого, да. Но мне кажется, круто, если бы лично там кабинет у каждого зашел, спортсмены, быстро бы могли судить, компьютер бы все считал. Почему это вы не хотите сделать? Ну это неудобно, как бы неудобно. Каждый, можно даже не давать планшеты в руки, каждый может на своем смартфоне зайти, приложение, личный кабинет, будет супер быстрое судейство, турнир будет идти быстрее. Это интересно зрителям, удобно, судьям, очень комфортно спортсменам, если быстрее, меньше устают, меньше ждут. И тайминги будут лучше соблюдаться. Нет, 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 это плохо. А я понимаю, в чем плохо, по одной причине. Потому что, когда кто-то не тот выигрывает, можно пойти там, знаешь, и листочки переписать. И посчитать, как надо, чтобы никто не видел. Надо. Друзья, привет. Ну да. Только что хлопали все. Для Саши выступил. Еще кайфовая, солнечная такая погода. Этот вечерний цвет. Без грима, без масла. Все видно. Жесткий, как камень. Очень круто. Вот, значит, качество. И знаете, что я всегда об этом говорю? Постоянно. И как кто-то говорит, что я в этом плане молодец, я скажу, вот кто молодец. Спортсмен очень здорово, когда он всегда в форме. Всегда, всю жизнь. Всегда, всю жизнь. Это представьте себе, какой кайф. Ты же, ты лицо бодибилдинга. Многие годы, и ты всегда в форме. Не как многие, знаешь, они, у них два режима. Красавчик, потом либо дрыщ, либо жирная свинья. Да, да, не живы там, покойник. Четыре режима. Да, да, да. Ты, ты, ради чего ты задержишь форму? Тебе не нравится самому? Или ты, как мотивация для людей, понимаешь, какой-то долг внутренний? Ну, сам, смотри, вот я еду на чемпионат Европы Мира. Я же еду за свой счет. Я там ничего не зарабатываю. У меня думают, я миллионер. Там дадут мне медаль, кубок и диплом. Это я для души просто, что таких больше нет и никогда не будет вообще. Это для родных, для близких, для детей, для друзей. Просто вот мне такая... Поверь, вот для этих ребят. Они в тебя верят, они тобой дорожат, они гордятся тем, что ты есть. Конечно. Вот эти вот ребята вот так там сидят. Конечно, конечно. Конечно. Дорогого стоят. Вот сейчас, сколько народу подходили, да, сколько мне пишут. Ну, когда вот такая мотивация, что там после 30 уже ничего не растет, после 40 все обвечит, после 50 ты развалишься, после 60 ты уже дряхлый старик. 70 лет, пожалуйста, можно, если все делать правильно. Можно же? Можно. И это еще не все. Я тебе говорю на Россию, форму еще покажу. Друзья мои, в Москву приезжайте в этом году. Я думаю, что... 13 октября. Ивета сделает хороший турнир. Мы поможем. Александр породит вас своей формой. Это очень круто. А что ты думаешь в спортсменах, которые так бывает расслабляются в межсезонье? Что ты думаешь, почему так? Вот мой ученик, допустим, Дима Петров, он выиграл в России, стал абсолютным чемпионом. Потом его на тренировках нет и нет и нет, а он там выкладывает, там бухает, там кальян пьет, вино пьет, пиво пьет, везде бухает. Как это реклама? Чего? Потом 2 месяца остается до соревнований, а люди-то пашут, 2 месяца остается, приходит. Он сначала так в куртке ходит, в Олимпийке ходит, потом в футболку, потом майку одевает, там раздевается. Ну, там, понимаешь, сам, да? Вот. Выступил он свою форму набрал, и значит, опять его нет, и опять его нет, и нет, и нет, а люди-то пашут. И потом он уже, вот сейчас, пусть попробует выиграть. Ребята-то не дремлют же. А он думает, что так, такой красивый. Ну да, было время, выиграл. А попробуй сейчас выиграть. Пока ты спишь, враг качается. Ну, в таком вот режиме, как он где-то выступал, потом там тоже выкладывает. А, они на Канару, на Виспаде, что ли, да? На Канару уехал, потом он добухает, там выкладывает, бухает, домой приехал, все вот так у него, вот так вот, все. Да это какой пример я, разве, буду выкладывать, что ли? Кальян, да я никогда в жизни не затянулся ни разу. Ну, не повезло, ему повезло, а мне нет. Просто. Понимаешь? И поэтому вот как? Поэтому я таких людей не понимаю. Ну, как можно? Ну, понятно, что, как ты говоришь, там набирают, 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 мостонабор здоровый, красивый. Потом у него все это уходит, уходит, там от зарядки батареи садится, садится, он дрыж становится. А что с тобой случилось? Ну, так вот это, как бы, потом, сейчас. А потом вот когда. Или люди набирают по 20-30 килограмм, ну, подсуну, что он сгонит эти 20-30 килограмм, да? А через сколько лет он еще так вот будет настроиться, вот набирает и будет, это же как-то 30 килограмм подсушить. Тоже есть такие примеры. И почему-то мышцы не остается больше от этого. Да, конечно, у меня тоже вот, друзья, там у него 8 тысяч килокалорий, там вот такой 110 набрал, а сейчас он какой? Да никакой. И другой там, у меня вот 4,500 сам, 4,600 сейчас, ну, такой, а пух, а сейчас опять тоже почти ничего нет. А когда вот супать-то будешь? Не знаю. А я, ну, как бы, не могу я без этого, я, понятно, чтобы я на заводе где-то работал, я бы не смог, а я в клубе, ну, в зале. Но тренера же тоже в зале, они же сидят, они же там тоже, как бы, в тренерской сидят. А я тренируюсь, клиент не пришел, я тренируюсь. Ну, нравится мне тренироваться, нравится мне в форме быть всегда. Да, поэтому, ну, не знаю. Мне просто я кайфую от тренировок, от выступлений. Вот, видел, как я выступал? Конечно. Конечно, я же для народа, там, ввечу, даже не напряговываюсь, а так, нормально, ввечу. Тогда смотри, быть всегда в форме ты и для себя, и для людей. А вот в плане, да, если не берем тебя, да, и твои личные взгляды, а в целом, с точки зрения спорта, да, например, если ты как методист, как тренер ведешь спортсмена, ты рассматриваешь все-таки периоды такой крупного, сильного массонабора, или у тебя все-таки больше объем формирующая, и постоянно человек должен быть в форме, и прогрессировать, находясь такой, in shape? Ну, Руслан, не знаю, мне кажется, нет. Ну, я сам, знаешь, вот много лет, 15 лет я выступал в категории 80, и даже в 75 гонял, как я говорил, что 5 белков, там, 5 еще белков омлеты, 5 белков, ну, понятно, я издевался, я по 8 раз весной, там, по 8 раз, очень, и у меня там турниры в Сульяновске, в Самаре, в Казани, в Ижевске, в Саратове, в Шабаровске. Вот так вот, вот так вот все объезжая, потом еще Россия, Европа, мир там, вот, и то, что человек выступил на области, а он на Руфову уже у него форму потерял, на Россию он не поедет, а это всегда одинаковое, мне же поесть-то некогда, я много тренируюсь, а то, что я вот так вот, ну, мало ел, и много-много пахал, 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 потом, значит, в 2004 мне денег не дали на дорогу, но я весну пропустил, в 2005-м вышел в 85, выиграл мир, в Венгрии, в 2006-м 90-300, в 2007-м в Чечии, а, тоже в Венгрии, в Белопеште, 91-300 мир выиграл, я же не жира набрал, я просто дал человеку, организму немножко отдых, да, и чуть побольше покушал. Ты питался чисто, или была цель вас набора? То есть, ну, то есть, вот эти 90 килограмм ты выставил, ты сушился от такого веса, ты начинал, типа, 95 или ты был, там, 110? Нет, у меня в районе 95-96 был всего лишь, я немного не набрал. То есть, тебе нужно было сжечь буквально, то есть, там, жир, а не такой большой объем? У меня 2-3 килограмм, я всегда за качество. Просто я отдых немножко дал, и сразу немножко так прибодрился, ну, 10 килограмм же, 10 килограмм. Выступал 8, сгонял 75, а тут я делал 81-300. Я же не на область вышел просто, я же мир выиграл в такой форме еще. Друзья, сейчас мы попросим вообще про самые жесткие подготовки, или про самые жесткие подготовки, которые Саша знает, но это уже будет следующий ролик. Если хотите, чтобы он вышел на канале, нужно поставить вот такие большие пальцы вверх, подписаться на Александра, на его инстаграм, чтобы смотреть, чтобы поддерживать, чтобы знать, какие у него дела, и чтобы осенью узнать, как он выиграет абсолютку. И поэтому я за качественную форму, вот. Не то, что, там, на авиамоцинобор, гонка, но, я же говорю, там, через 5-10 лет будет выступать, а я каждый, каждый сезон, весна и осень. Поэтому... Сюда. Я тоже, получается, выступаю сейчас каждый год? Конечно. И тоже, там, 4-5 турниров подряд. Ну, я вижу, что я всегда в качестве тоже. Да, всегда. Всегда, конечно. Я когда после операции, после общего наркоза проснулся, грудь пришили, я утром проснулся, поехал в офис, потом вечером уехал в Москву на гран-при, утром проснулся на следующий день и пошел кардио поделал. И ничего. Потом опять на выставку, потом домой, потом на работу. Вот смотри, Мексика, чемпионат мира. 2 часа до Москвы, 5 с половиной до Амстердама, 11 с половиной до Мехико. Еще, говорит, дыберили 7 часов на автобусе. Приехал, зарегистрировался, на следующий день чемпионат мира выиграл и обратно. Офигеть. Никакой адаптации. Представляете? Организм не понял, что что-то изменилось. Организм был в глубоком шоке. Это мягкое слово я подобрал. Очень hugelые слова. Ну а вообще, я правил.